Добрый вечер, уважаемые товарищи, коллеги начинаем нашу пресс-конференцию. Слово исполняющего обязанности главного тренинга Кослава Филлаев Цилугин Николай Реонидович. Пожалуйста. Очень хорошая победа, очень нужная для нас, для этих молодых ребят, для того, чтобы они себя почувствовали, что они могут играть, что им надо стремиться еще больше работать, чтобы играть здесь в ПХЛ. Поэтому ребята сегодня молодцы, Вараташ здорово сыграл, вся команда сыгралась очень хорошо. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Леонидович, Азамаша Волуков, Медиакорсеть. Сегодня сыграли очень дисциплинированно, с учетом прошлого матча примерно 75 минут не удалялись. Расскажите, за счет чего? Был ли какой-то строгий разговор, может быть, с командой? Либо просто по заданию действовали? Это первый вопрос. Нет, ну естественно, ребятам сказали, чтобы не удалялись, потому что в предыдущую игру при игре 5 на 5 мы играли практически на равных, нормально. В меньшинстве как раз уступили мастерство соперника и проиграли. Ну и ребята, конечно, начинают просто себя чувствовать чуть-чуть по-другому. И уже больше работы было, и правильно они просто выполняли свою работу сегодня, поэтому они пришли удаляться. Как вы добились такой слаженности от молодежного состава? Ну, в смысле, он и ребята значит. Потому что, как можно сказать, на третью игру, в принципе, они реально выполняли то, что мы от них просили. И у них это получилось, и здорово, что выиграли. Когда ожидаете, что сыграет Елизаров? Его до сих пор из Толпара не поднимаете? Сейчас, на данный момент, мы решили, что здесь он пока не сможет сыграть, поэтому отправили его в Торос. Там у них хорошая выездная серия с лидерами ВХЛ, то есть это будет Петербург и другие такие хорошие команды, которые он должен себя проявить, чтобы потом подразить. Последний вопрос. Вы уже продумывали, как играть с Акбарсом, таким почти полностью молодежным составом? Это, как говорится, игра покажет, но, естественно, что у нас есть свой план. Но сейчас мы его пока не будем облашать. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Вопросов нет? Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Господа, мы готовы продолжить. Нападающий Салпилай у Михаила Раевов. Ответ на ваши вопросы. Да, надевай, я там сразу слышу. Добрый день. Пожалуйста, несколько слов по игре. Ну, игра равных соперников получилась. Мы в техниках хорошо сегодня игра, как у нас, ну, не взяли на наши вопросы. Я считаю, что выполнился много тренеров. Играмотно сыграли в стейн-зоне и друг друга командировали. И это был залог сегодняшней победы. Спасибо. Вопросы есть? Здравствуйте, Михаил. Я Замар Шелуков, Медиакорсеть. А скажите про свой гол. Вы рассчитывали прямым броском забить? Или рассчитывали, что Амиров добьет? Ну, изначально, у Михаил хорошую передачу отдал, что у меня было время активной ситуации. То есть я посмотрел ее в совратах. Начал перемещаться у него. Он открылась зеркалью между ног и просто удачно попал. Шесть игр до этого очков не набирали. Один асист за девять матчей. Почему не получалось до этого вот эту серию прорвать? Не напрягало ли вас это? Ну, думал об этом. Разбирал ошибки. С тренерами работали много, подсказывали. Где просто старался отвлечься от этого. И через работу, чтобы все это пришло. Тренера поддерживали. Никто у меня не было такого давки. Во многом это, наверное, на их заслуга. То, что получилось сегодня в прорвать. Их место это девять матча выберет его серию. Что ждете от игры с Акбарсом? Сейчас у соперника проблемы, но и у Салавата состав не помню. Мы не смотрим на проблемы с соперником. Мы стараемся отталкиваться от своей игры. Я бы не сказал, что у нас какие-то проблемы. Ребята, которые приехали на подмогу, прекрасно справляются с своей работой. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо. Спасибо. Готовы продолжать работу. Александр Скайнинг, галки, перстал Деваева. Сейчас ответ на ваши вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Несколько слов по игре. Ну что, у нас молодой состав. Выходим биться в каждую игру. Был интересный хоккей. Много пасных моментов. Мне понравилась игра. Тем более мы выиграли. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Митя Корсеть. Достаточно давно вы на уровне КХЛ не играли. Каково вам было перестраиваться после вышки? Как чувствуете себя сейчас? Ну, уровень, конечно, другой. Ну, ситуация повернулась таким образом, что надо уходить играть. Поэтому стараемся здесь. Классный тренерский штаб, который со всеми с нами работает, в том числе со мной, подправляет, объясняет ошибки, избирая моменты. Поэтому делаем на все для того, чтобы мы играли и выигрывали. Удивило, что именно вас вызвали? Так, здесь в системе уже всех, кого можно, вызвали. Я не первый в очереди. Уже обсуждалось, сыграть ли вы именно с Акбарсом или нет? Нет, еще не говорили. Как вы сами оцените свою игру? С автомобилистом было четыре шайбы, но все было в большинстве. И сегодня тоже... Нет, сегодня в районе все забил нефтехинка. Кстати, сегодня при отложенном они забили, можно сказать, тоже в большинстве. Да, ну, такое, да, почти большинство. Ну, было много сумбура, потому что давно, как вы сказали, не наступал на этом уровне. Из-за этого было достаточно много ошибок, которые приводили к голам. Тяжело было наладить коммуникацию с защитниками за такой короткий период? Или вам помогло то, что тут тоже много ребят из Тароса толпара? Ну, вот, защитниками, защитниками не так, но... Время защитников, правда. Да, знаете, во время игры, в принципе, коммуникация везде достаточно стандартная, поэтому старались так немножечко переговорить, в принципе, друг друга нормально понимаем. Ладно, спасибо. Мне подсказывают, я стараюсь подсказывать им. Окей, спасибо, удачи. Спасибо. Главный тренер нефтехимика Буцайф Вячеслав Геннадьевич. Пожалуйста, не подписывайся. Ну, команда соперника с победой. По игре, наверное, буду короток. Когда ты не забиваешь и удаляешься, соперник тебя наказывает за это голами в игре в меньшинстве. Тяжело рассчитывать на результат. Было у нас достаточно моментов, как в первом, наверное, периоде, так и в последующих. Но все-таки дисциплина, те удаления, которые мы заработали, так скажем, абсолютно не обязательны или ненужны. Что ли нам сегодня? Игры. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Вопросов нет? Спасибо. Спасибо. Андрей Костицын, нападающий нефтехимка. По игре, пожалуйста. Ну, начало было у нас неплохое. Первый период мы играли, как бы, свою игру, то, что нас просили перед игрой. И после того, как мы забили год, где-то команда сбавила обороты и начали проигрывать где-то борьбу и получили нелепое удаление, которое привели к голам. Спасибо, коллеги, вопросы. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Ваша тройка сегодня всего три броска нанесла. Плюс вы сейчас сами сказали, что начали проигрывать единоборство. Что случилось после гола? Почему такой перелом? Салават оказался быстрее или строже в своей зоне, или что? Нет, просто команда расслабилась после гола и подпавила те обороты, которые мы задали темп игры в начале игры. Поэтому надо было держаться того, наверное, той игры, которая у нас была в самом начале игры и больше давить, больше наседать на ворот и, как вы сказали, больше бросать, чтобы вратарю было тяжело, и чтобы он почувствовал эту игру. А мы не создавали ворот никакой игры. Расслабились, потому что соперника молодежи много? Нет, я говорю, что мы расслабились, как, наверное, гол забили и, наверное, почувствовали, что можно играть дальше, может, не напрягаясь там. А нам надо было, наоборот, продолжать эту игру играть, чтобы забивать еще голы и не опускать руки дальше. Согласны, что сегодня нефтехимик на пятаке у соперника особо ничего не создал? Ну, я же говорю про это, что мы мало угрожали с их воротом и никакой было борьбы у них на пятаке, которые могли создать моменты, чтобы перебить гола. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов нет? Спасибо. Павел Порядин, нападающий на фтехимику. Добрый день. Несколько слов по игре. Ну, заработали удаление. Так сказать, не нужно все перерализовано, но я не смогу их перерализовать. Так и получилось. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Вопросов нет? Спасибо. Так. Ну, когда... Так. Ааааааа. Т mensen. Ти.